Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Смотрите, какая я сегодня красотка. Та-дам! Надо себе как-то поднимать настроение. Кендалл на заднем фоне, как всегда, она со мной. Теперь 24 часа в сутки. У обычных людей времени добавилось в карантине. У меня время убавилось, потому что она ходила раньше в школу, и потом к нам еще приходила учительница. То есть у меня было где-то около 8 часов свободного времени в день. Ой, боже мой, теперь все на мне. В Калифорнии продлили режим самоизоляции до 15 мая. То есть мы все должны сидеть дома, не работать, не гулять, ничего не делать, просто сидеть дома. И это, конечно, ужасно, ужасно, ребята. Люди сидят без работы, без заработков, без накоплений. И им нужно платить по счетам за квартиру, за моргидж, за страховку, за все-все-все счета, за еду. То есть всем до лампочки, что у вас там пандемия, эпидемия. Все должны платить по счетам так же, как и в обычное время, при том, что ты не можешь работать. Вот это самая жопа, вот не знаю, как сказать по-другому. Сам факт посидеть дома месяц-два, окей, я нормально, я домосед, я люблю сидеть дома, у меня есть чем заняться, у меня 24 на 7 работа есть, в плане неоплачиваемой, правда. Финансовая ответственность с тебя не снимается. И вот это прям самое-самое серьезное. Я думаю, вы тоже меня чувствуете, потому что в России тоже объявили карантин, и тоже никому ничего не платят, сокращают работников. У одной моей подруги в Москве сократили зарплату на 75%, то есть как бы что там осталось вообще от зарплаты. Это просто кошмар. И здесь ситуация та же самая, только может быть еще хуже, потому что здесь размер выплат, который тебе нужно совершать каждый месяц, там за все бытовые дела, они просто не сопоставимы с теми, которые в России. Ну и здесь как бы и зарплаты больше, но когда у тебя большие расходы, при этом у тебя зарплата, которая это все покрывает, и ты как бы спокойненько живешь, у тебя все хорошо. Но блин, когда у тебя просто все это отрезали, то ты такой думаешь, ааа, че? Все печально. Я бы очень хотела вам сказать, что все хорошо, все идет на поправку, все будет хорошо. Но нет, все пипец, все плохо, все плохо. И самое главное, что они становятся лучше и вообще никак. Треть заболевших коронавирусом со всего мира находится именно в США. И то, я думаю, в США такая огромная цифра, потому что у нас хотя бы ведется статистика, у нас ведутся, у нас есть тесты. Я прекрасно понимаю, что в бедных странах у них просто даже нету тестов, и они не могут нормально вести статистику и понимать, кто болен, сколько заболевших, кто умер. Короче, печаль. Как вы знаете, я не очень люблю заострять внимание на тех фактах, которые вы и так можете посмотреть в интернете или по новостям. Я больше за реальные истории, реальных людей, поэтому я сейчас ставлю ролик с моим мужем. Вы можете посмотреть, вот реальный американец реально рассказывает, как на самом деле происходят дела здесь. Так, Лорензо, как эта крисия у вас влияет? Да, эта крисия у нас действительно влияет. Мы не смогли двигаться ни одного из наших машин, мы не смогли продать ни одного машин, идти на auction, транспортить ни одного машин. Эти машины вот здесь, мы получили около месяца, не смогли сделать ничего. В последнее время, я dislocated my shoulder. Сейчас, сейчас, нет движения. Вы можете только сделать essential work. Мы просто стук. Тесла has closed down. Как вы видите, я у меня два SUVа и четыре Тесла Са. Тесла shut down, поэтому они не делают ничего сейчас. Я просто стук с этим сейчас, для того чтобы они не смогли. Как вы видите, это прекрасный день здесь, где мы держим наши машины. Мы живем на пляже, поэтому это блеск. Но, да, мы как-то закрыли, но, да, мы как-то закрыли. И, возможно, это будет скоро, чем позже, так что мы сможем возвращаться к работе и начать зарабатывать деньги снова, потому что мы потеряли много денег и не используем все необходимые мы имеем. И, возможно, мы не получили больше машин, потому что, обычно, я у меня больше, больше машин, чем я у меня сейчас, но, да, я надеюсь, что все будет нормально, и мы вернемся к работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Государство пообещало там какой-то пакет за 10 тысяч долларов для бизнеса, но я вам хочу сказать, что там за два месяца не работая 10 тысяч долларов, это очень мало, то есть это вообще как капля в океан. У нас есть друг, у него ресторан Кой, он просто закрыл ресторан, уволил всех, он сказал, что как только нам понадобятся работники, мы вам позвоним. Да, то есть всех распустил, никому не платится зарплата. Естественно, маленькие ресторанчики сразу же не выживут. Печально это все, конечно, потому что жизнь не будет прежней. И, к большому сожалению, 80% ресторанов, которые вас окружают, они закроются, они просто не выдержат этого. Это очень серьезно. Даже своими глазами я видела, как поначалу рестораны продолжали работать, но на доставку и на вынос. Сейчас большинство из тех ресторанов, которые я видела, которые так работали, они закрылись, потому что у людей нет денег покупать еду из ресторанов, потому что еда из ресторанов очень дорогая. Плюс они боятся, окей, а вдруг там повар кошленет, у него там вот этот вирус, все, ты заразишься. Еще из-за этого люди переживают. И, кстати, вот в Макдональдсе три человека подтвердились с коронавирусом. И мы сейчас решили, что мы не будем ходить в Макдональдс. Раньше мы часто любили через драйв-фру, по-русски это МакАвто, заезжать, там брать кофе, еще там какие-то ерунду. Сейчас мы такие, не-не-не, больше все никакого Макдональдса. У мужа есть друг, который заправляет 10 дилерами Лексуса, и он сказал, что он вчера уволил 180 человек. Просто он сам себя ужасно от этого чувствует. Ну, просто чтобы хоть как-то спасти бизнес, им приходится увольнять людей. И это сплошь и рядом. Это я вам рассказала буквально пару примеров, да, которые я вот из своей жизни вижу. А что творится повсеместно, да. Не то, что там тысячи людей теряют работу, теряют работу миллионы людей. За последние три недели 17 миллионов людей подали на пособие по безработице. Представляете, это вообще, это никогда такого не было, чтобы такое огромное количество людей теряли работы. Тоже правительство все в шоке, они не знают, что делать. Вроде как хочется открыть страну, чтобы как-то экономика не совсем умерла. Но при этом тогда люди умрут. Короче, в общем, они не знают, что делать. Хочу немножко рассказать про помощь от государства. Пообещали 1200 долларов населению, каждому человеку. Но, опять же, есть очень много «но». У тебя должны быть заданы налоги. Потом у тебя должны быть низкие доходы до 85 тысяч долларов в год. Это, кстати, не так уж и много. Это всего лишь 7 тысяч долларов в месяц. То есть, это небольшая сумма. Тут в Лос-Анджелесе однокомнатная квартира 3000 долларов стоит. Для совсем бедных слоев населения есть фудбанки. Ты можешь приехать, тебе дадут как бы там коробочку с едой. Ну, это в основном, конечно, в крупных городах. Но в Лос-Анджелесе есть вот один такой фудбанк. Я точно знаю, в Санта-Монике. У нас ввели новое правило, что во всех общественных местах ты обязан носить маску. И вот у нас есть тут супермаркет один. Они не пускают в супермаркет более чем 10 человек за раз. Прежде чем ты зайдешь, они проверяют, да, что у тебя есть маска. Если у тебя нет маски, они тебя отправляют. Говорят, нет, ты не можешь зайти. И Лорензе один раз видел, как какой-то мужик приехал, и его не пустили. Он говорит, я ехал к вам там полчаса, и вы меня не можете пустить. Они говорят, ничего не можем поделать. Как бы нет маски, да, свидание. Заходишь, они проверяют, что у тебя есть маска. Они тебе выдавливают санитайзер на руки. Ты при них эти руки как бы санитизируешь. И дают тебе перчатки. То есть прям вот так вот все серьезно. Вы сами понимаете, 10 человек на супермаркет это очень мало. Соответственно, очередь, которая стоит просто там огромная на улице, они стоят, ждут терпеливо. В Америке нет такого, что кто-то там обходит, кого-то там это. Нет, здесь все четко, они все стоят, ждут. И каждый человек на улице стоит на расстоянии там 6 фит. То есть это где-то метр восемьдесят. Просто, знаете, я в шоке. Наша новая жизнь, наша реальность рухнула просто за один день. И все-все-все поменялось. Я, кстати, рада, что я веду эти выпуски. И надеюсь, вам они не надоели. Я буквально раз в неделю выкладываю апдейт по коронавирусу в Америке. И потому что будет потом интересно посмотреть, да, что же было там такое. Вот 2020 год. Каким он был, что он нам принес. Да, там спустя уже там 5 лет мы будем... Ух! Немножко хочу рассказать, как мое ментальное состояние сейчас. Сначала был шок, да, что, боже мой, что за фигня? Почему как бы все это происходит? Потом уныние, потом депрессия, да, потому что твой мир рухнул. Да, у меня были такие дни, когда я просто по ночам ревела. И пока все спят, я там тихонечко реву. Выхожу на балкон, продышаться свежим воздухом. И потом ложилась спать, вся зареванная. Вот у меня такие были дни. То есть все было печально, да. То есть я в шоке, что наша реальность настолько сильно изменилась. И потом пришло такое смирение. Это наш новый мир. Ладно, выживем. Все хорошо. Будда, дзен. И сейчас у меня такое состояние, что, блин, какого черта нам нужно работать. Как бы задолбал коронавирус, пошел в жопу. Давайте-ка мы начнем нормально работать. У тебя уже бесит эта вся ситуация. Стараюсь быть на позитиве, да, там себя как-то радовать. Я вот сегодня сделала макияж и уже все, уже довольна. Еще я стала учить танцы тиктоков. Вот все нормальные люди занимаются спортом дома. А я вместо физнагрузки учу тикток танцы. Возможно, если я еще попрактикуюсь, я, может быть, выучу хоть один. Поэтому подписывайтесь на меня там в инстаграме, в тиктоке, заследите. Может, я что-то и выложу. Я реально не хотела сделать это видео, но я решила сделать это видео. Потому что Дарья не поддерживает мои мечты, вы знаете, чтобы быть на рейс-кар-дривер. Ты хочешь быть на рейс-кар-дривер? Да, я хочу быть на рейс-кар-дривер. Я должен быть на 100 льд, но я думаю, что я буду быть на рейс-кар-дривер. Я не хочу быть на рейс-кар-дривер. Вы не можете быть на рейс-кар-дривер. Как много денег? Я не хочу быть на рейс-кар-дивер. Потому что это будет просто для ведущихся. Я не знаю как работать на рейс-кар-дивер, поэтому это будет просто чем-то, чем-то. Но сейчас, Кедал, я пытаюсь найти льд. Кедал, льдовь льдовь льдовь. Кедал! Кедал! Она любит снимать людей, а не платить их. Иклюдая мою бабу, да. Серьезно, это вирус очень серьезно. И в первую очередь я думал, что я был иммунен. Но я обнаружил, что я не был иммунен. Так что я не был иммунен. Извините, что это место. Мы сейчас в доме. И стоять в доме, наверное, это лучшая вещь, что ты можешь сделать сейчас. Я лично считаю, что это отверстие. И я не знаю, как долго это будет стоять. Я не думаю, что они будут иммуненны. Я надеюсь, что я не буду иммуненен. Я надеюсь, что вы можете показать. Люди знают, как выглядит маска. Я не буду иммуненен. И, конечно, когда вы пустите газ, и что-то так, я должен иммуненен. И вот, что-то, 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 что-то. И вот, что-то, 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 что-то. Это $7.00. Пар-маск. Это не так-крази. Да, это очень-то. $7.00. И так, что-то, 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 что-то не так-крази. Ливи в Калифорнии, это очень дорого, поэтому многие из нас не могут жить везде, и это должна быть в какой-то условии, чтобы мы можем возвращаться в жизни. Кедло нужно идти в школе, я нужно идти в школе, я нужно идти в школе. Мы знаем, что это будет промышлено, потому что мы должны быть дистанцией, и мы должны быть опасными, и мы должны быть опасными. То есть, это будет многое, что мы должны быть думать. Мы просто любим наш жизнь, и мы здесь думаем, что нам нужно купить у нас по правилам, чтобы у нас собрать их, потому что вы не могут быть уничтожены в таких условиях. Мы не были ни этого типа ситуации, что мы занимаемся, чтобы рыбаться и стоить в линзе в гостиных магазинах, и, you know, things of that nature. And that's kind of crazy. And running out of water, you know, and I've lived in Miami and places like that when there's hurricanes and you run out of gas and run out of water and stuff like that. But, you know, two, three days, it's back to normal here. It's like a month now and you're still standing in line to really get nothing at the grocery store. They're not being honest with us when we watch the news. We don't know what's going on. And it's kind of scary. So it makes you think like, okay, let me go live on a ranch that's gated somewhere so I could be safe. And we've even like looked in Texas and because you think about all these crazy things, you know, when you're going through a situation that you've never been in and you're trying to protect Kendall and she wants to go outside. And, you know, hopefully it doesn't get that bad that we have to change, you know, our way of life. But the way things are looking is, you have to really be smart, especially when your leadership is so stupid, you know, and they don't know what the hell is going on. So you've got to be smart for yourself and protect yourself. So, yeah. Talk to you guys later. Thank you. Bye. Bye. Меня часто задают вопрос, есть ли у меня знакомый, заболевший коронавирусом. Ответ – да, есть. И наш парикмахер, парикмахер моего мужа заболел коронавирусом. Он недавно вылечился, выпустился с больницы и сказал, что это был аддок. Он кашлял кровью. Ну, короче, я не буду вдаваться в подробности, но, в общем, он сказал, что это был аддок. И слава богу, что сейчас у него все хорошо и он дома. Тоже у нас у одного друга сестра сейчас в больнице с коронавирусом. И в Англии тоже один мужик, партнер по бизнесу, тоже там заболел. Короче, пипец. Как вам мой сегодня наряд? Смотрите, у меня такой бежевый комбинезончик. Такой вот. Мне прям очень нравится. Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы, что у вас все в порядке, да, финансово, и все будет только лучше. Да, нужно всегда надеяться на лучшее, поэтому мы так и будем делать с вами, да? Договорились? Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите мне в личку, пишите, как у вас дела. И ставьте лайки там тоже в инстаграме, мне повышайте активность. Подписывайтесь на тикток, конечно же, и я увижусь с вами в следующем эпизоде. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Я ненавижу мыть посуду. Мой муж терпеть это не может. Clean as you go. Меня, блин, бесит этот clean as you go. Думаю, господи, ну как можно лежать на диване, когда та, которые сейчас вместе оказались в это нелегкое время. О чем с тобой говорить? Хуже валяться на диване или играть в видеоигру?